всем привет меня зовут вика поплевченкова готовы отправляться в очередное увлекательное путешествие по нашей родной беларуси тогда поехали и куда же я отправилась самые внимательные конечно же догадались что осиповичи на карте нашего маршрута сколько всего интересного ждет впереди и так сегодня я побуду станционным смотрителем узнаю историю уникального храма увижу дом самого маршала победы освоить им баллы познакомлюсь творчеством народного художника беларуси и научусь писанки но обо всем по порядку а пока важная дорожная информация добраться васиповича не составит особого труда первый и очевидный способ железная дорога электрички и поезда туда ходят по расписанию и регулярно время в пути из минска составит от 1 часа 9 минут до 2 часов 45 минут цена билета стартует от 3 рублей 92 копеек до 30 рублей в зависимости от класса обслуживания также васиповича буквально каждые полчаса ходят маршрутки и автобусы билет обойдется от 8 рублей 73 копеек а дорога займет 1 час 40 минут расстояние от столицы до осиповича и 103 километра обладатели личных авто будут у цели примерно через полтора часа если без длительных остановок конечно история осиповича неразрывно связано железной дорогой собственно благодаря ей горд и появился затем роз преображался наконец достигнув масштабов одного из крупнейших железнодорожных узлов страны даты основания города осиповича считается 17 ноября 1872 года когда и здесь глушиминской губернии была построена станция либо вароминской железной дороги что же еще могло быть изображено на гербе железнодорожного города давайте отгадаем с первой попытки конечно же это паровоз паровоз м72623 весом в 120 тонн был изготовлен на сормовском заводе и в далеком 1937 году развивал скорость до 65 километров в час а сейчас является символом города и был установлен как памятник в 2002 году в честь 130-летие осиповичей ну а мы отправляемся дальше изучать железнодорожную историю музей боевой и трудовой славы ж.д. появился в осиповичах в 2015 году и насчитывает более 5000 единиц хранения пересчитаем а поможет мне в этом нелегком деле профессионал ветеран железнодорожник юрий шевченко который целых сорок четыре года трудился на магистрали комната истории создавалась на протяжении длительного времени в основном за счет энтузиастов ну самое первое предприятие которые организовали город осипович это была станция осипович и локомотивное депо и осипович к дистанция пути это 3 градообразующих предприятия первым начальником станции был николай иванович борисоглебский вот эта форма начальника станции того времени очень красивая правда и сразу видно начальник станции юрий гаврилович я знаю что здесь насчитывается более 5000 единиц хранения расскажите мне о самых интересных может быть самых древних может не знаю необычным что-то ну необычным это которых уже не существует это телефонный аппарат так называем mb это с местной батареи железная дорога не могла существовать без связи поэтому применялись телефонные аппараты значит для организации связи между станциями были 20 телефонных аппаратов значит дежурный по станции крутил ручку индуктора и осуществлялся разговор а как и знали куда нет кнопок они соединялись паре только два телефона абонента только то есть выпускалась парами да ну между станциями и это только начало открытий но что такое телефонная связь это бездокументально поэтому стали применяться телеграфные аппараты первый телеграфный аппарат это телеграфный аппарат морзе здесь каждой букве соответствовал свой символ буква а это . тире а букве б соответствовало тире и три точки тире это длинная посылка нажатия контакта короткая короткая на соседней станции был точно такой же телеграфный аппарат а из одной точки мы нажимаем все это да на другом другом месте это все выводится да выводится ну выводится уже над на ленту и вот такими символами точками телеграфный аппарат заправлялся чернилами и для работы с ним требовалась длительная подготовка примечательное кстати что телеграфистами служили в основном мужчины есть коллекции средства связи и поновее когда необходимо было объединить несколько абонентов телефонных разговоров применялся коммутатор телефонистка соединяла можно было соединить несколько абонентов других про просили барышня сойдите дайте мне то дайте то практически современная онлайн-конференция только без видео но пожалуй особое место в железнодорожной экспозиции занимает история партизанского движения во времена великой отечественной войны осиповичи вошли в историю как город где была совершена самая крупная наземная диверсия за весь ход второй мировой войны и осуществил крылович федор андреевич он работал электромонтером на электростанции в одну из ночей с 29 на 30 июля 43 года не работал семафор он сопровождение немца пошел устранять повреждения подошли к часовому часовой осмотрел его инструменты но ящик с инструментами имел двойное дно сопровождающие на его внимание не обращал он одну из мин прикрепил к цистерне и наимели замедленное действие на два часа через два часа город осиповичи был залит светом от пожара стали детонировать снаряды боеприпасы которые везли пожар не могли потушить в течение 12 часов за данный значит подвиг крылович сорок седьмом году только был награжден орденом ленина а еще в музее можно увидеть всю станцию причем сразу в масштабе один к 120 это точная копия космической съемки нашей станции осиповичи макет действующий и куда едет этот состав этот состав едет куда отправить дежурный по станции дежурный по станции находится вот этом здании это называется пост электрической централизации где дежурный значит осуществляет все все движение перевод стрелок открытие сигналов вот данный момент этот локомотив идет в сторону минска ну а нам сторону минска пока рановато в осиповичах ждет еще много всего интересного храм в честь воздвижения креста господня в осиповичах настоящий памятник народного зодчества здесь он появился после войны хотя построен был гораздо раньше история свято-крестовоздвиженской церкви в осиповичах весьма интересна и началась она задолго до основания самого города валентина васильевна расскажите немного об истории храма сведения о нашем храме очень противоречивы и в разных источниках мы находим разные сведения в некоторых источниках указывают что этот храм изначально был построен сборске потом перевезен в осиповичи в некоторых что был построен деревне замужья мы придерживаемся больше основываясь на рассказах очевидцев которые еще были живы именно на этой версии и точная дата основания церкви доподлинно неизвестно большинство версий указывает что конец 18 века а в 1949 году храм открыл свои двери уже в осиповичах храм был настолько холодный когда его приняли что те старожилы которые ходили сюда говорили что начинали примерзать ноги прямо пол такой был холодный много сил и стараний пришлось приложить чтобы храм стал таким теплым и красивым каким встречает нас сегодня старый храм старинные иконы храм намолены какая бы жизненная ситуация не было дома на работе когда попадаешь в этот храм то конечно совершенно все меняется сюда ты придешь и чувствуешь благодать неимоверную радость литвина васильна на какие святыни у вас здесь есть у нас есть местно чтимая чудотворная икона иверской божьей матери сразу когда люди приходят они говорят ой какое лицо темное но если человек приходит молится и с верой обращается к этой чудотворной иконе божьей матери он очень хорошо начинает видеть этот лик и она всегда помогает также в храме есть святыни входящий в государственный реестр а о возрасте некоторых икон нам остается только догадываться казанская божья матерь очень сильная икона к ней обращаются часто даже во время военных действий и просят о детях о здравии очень много старинных икон некоторые реставрировали но лиги конечно не трогают художники они только обновляют вот одеяния какой возраст приблизительно нигде нет никаких не указаны надписи нет но если все таки в конце восемьнадцатого века храм строился изначально может быть уже эти иконы видите какие старые история свято-крестово-звиженской церкви оставляет многие вопросы без точного ответа но несомненно одно атмосфера искреннего тепла и душевного света в храме а в этом доме на улице рабочей крестьянской в 1938 году останавливался маршал победы четырежды герой советского союза георгий константинович жуков документальные сведения о пребывании жукова в осиповичах крайне скудны известно что в начале 38 года георгий константинович прибыл в штаб 6 кавалерийского корпуса осиповича будучи назначенным его руководителем и остановился в этом одноэтажном здании с куполообразной крышей где до войны располагалась гостиница воинской части однако вскоре маршал победы получает повышение и уже в июне 38 года уезжать в смоленск мемориальная доска на здании появилась к 60-летнему юбилею победы и сейчас здесь располагается жилой дом но здесь в районном центре культуры поют танцуют и творят самые талантливые и активные пойдемте скорее ознакомиться но прежде загадка что звучит как скрипка как фортепиано и как колокола причем одновременно это уникальный инструмент цимбалы только послушайте друзья как мотылёк на свет прилетела на вашу музыку это потрясающе красиво расскажите как называете ваш коллектив у нас народный цимбальный оркестр районного центра культуры и досуга расскажите немного истории создания коллектив наш коллектив создан в далеком 1951 году вот на сегодняшний день нам уже 72 года неплохо какой репертуар преимущественно вы исполняете у нас разнообразны мы как играем оригинальное произведение для цимбального оркестра так у нас есть перед приложение различных мелодий из кинофильмов мы больше как-то акцент делаем на то на какую публику играем но для кого чаще всего играет чаще для простых обыкновенных людей которые в основном иногда и даже и не профессионалы поэтому знакомые мелодии цимбальный оркестр и в конкурсах участвует правда чаще всего онлайн ведь таким масштабным составом далеко и надолго не уедешь а состав у коллектива кстати истина золотой преподаватели музыкальных школ города и района кстати у нас в коллективе есть участник который с 12 лет пришел в оркестр еще маленькая школьница светлана яковлевна и о возрасте сейчас ни слова говорим лишь о творческом стаже 58 лет за цимбалами просто признайтесь честно как вы это сделали вот сидят цимбалисты это мои ученики сидят а еще есть и ученики моих учеников поэтому я надеюсь думаю что мне поздно менять уже такая преданность своему делу не просто восхищает а буквально вдохновляет на новые свершения я беспокоюсь как говорят восточные мудрецы бойтесь свои желания они имеют свойства сбываться а мы не боимся мы радуемся так ну я имею представление об этом инструменте небольшое но имею это как бы уже один шаг вперед навстречу открытие что ж цимбалист я начинающий поэтому сыграем простую мелодию от ноты до главное ее найти короче я ничего не вижу это очень интересно но оно как будто двоится в глазах у меня но чем сложнее тем интереснее правда же извините я еще учусь красиво приходите к нам приду и еще не раз обещаю а пока давайте послушаем как играют профессионалы да душа поет от счастья слушала бы бесконечно а наш маршрут продолжается а еще в осипович их есть картинная галерея народного художника беларуси владимира стальмашонка где хранятся поистине уникальные полота портреты графика и акварели смешение структуры техник глубинные мотивы образы и смыслы картинная галерея имени владимира стальмашонка в осипович их открылась 2006 году и вовсе не случайно мария расскажите как художник связан с вашим городом ну во первых мы находимся в галерее владимирович стальмашонка и это его дар то есть мы не покупали даже не просили это было его решение хотя он родился в минске и жил там очень долгое время путешествовал возвращался но он считает осиповича своей малой родины потому что вся его родня она исхимное но вот он считал что он беларусь и такой вязковый хоть это можно посмотреть его творчеству очень много интерьеров деревенский хат и родни она занимает такое главенствующее положение вместе с беларусью родной страной известными деятелями с творчеством этого художника знаком пожалуй каждый кто хотя бы раз доезжал столичный метро до станции московская и площадь победы на площади победы он делал витраж и на московской мозаику дом мод тоже есть его работы на фрунзе есть дом литератором до сих пор там сохранился стоит и там тоже его работы то есть помимо вот станковой живописи он еще монументальщик и его декоративное творчество не очень ярко представлено очень много витражей мозаик резьба по дереву учился много в разных местах и поэтому многие по дереву работать и со стеклом и рисовать и он все это использует и как-то вот скомпилировать такой синтез получается это даже можно посмотреть еще один интересный факт несмотря на всю глубину и серьезность творчества владимира ивановича его картины любит не только взрослые но и дети а дети как раз таки интересные вот новаторские решения очень ценят потому что они такие у нас нестандартные деньги а еще до примеру то это вот работа многоплановая вот отойдите посмотрите что на ней видите людей дом окна а если немножко повернете голову направо вы видите лицо это очень интересная работа таким многоплановым смыслом она посвящена ольге минч женщина а единственная кто уцелел в сгоревшей деревне я вижу ее лицо горящий дом летящий а из как душа может быть человека в матрице слова и можно посвящено белорусском сум плюс век жах то есть это его впечатление от того что происходило и это просто поразительно работы мастера вызывает неизгладимое впечатление нет ничего второстепенного важна каждая мельчайшая деталь и даже рамка здесь как продолжение творческой мысли его авторская все от холста который сам фронтовал и до рамы который сам сколачивал красил где-то на будет с орнаментика где-то на будет видите такая обитая металла где-то на будет с цветочками вырезанными покрашены то есть это и картина и какое-то философское исследование научное и еще и художественное видение и еще и спектакль все вместе он такой художник вот он постоянно экспериментировал график у него очень много опять же родственники дети известны какие-то люди беларуси что у нас есть большая серия в основном она экспонируется на дни праздников государственных она посвящена именно сиповчанам он нарисовал очень много наших портретов партизан подпольщиков герой соцсоюза осиповчан и жителей района экспозиция в галерее меняется чтобы дать одним картинам отдохнуть а другим увидеть свет поэтому посетить галерею стоит не один раз у меня столько впечатлений что уехать из осиповича с пустыми руками просто невозможно и поможет мне в этом валентина здравствуйте здравствуйте ну судя по набору у меня пока ноль предположений что мы будем делать но выглядит красиво как это называется это называется писанка это один из видов традиционной росписи пользовалась это яйцо писаная и в обрядах и очень часто использовалась она на пасху вот я хотела сказать что я подобное наблюдала только в пасху но чтобы что-то на них рисовали вот так вот воском или чем вы это делаете мы все наверное видели такие просто однотонные красные яйца когда она полностью покрашены она называется окрашен так вот это называется писанка это прописывается воском на сыром яйце на светлым белом дальше пока секретная вам покажу как это делается а еще были старину у нас шкрабанки это наоборот вот это крашеное наше яйцо которое мы привыкли видеть на пасхи нацарапывал все узор разницу запомнили теперь приступим к самому интересному и так нам понадобится сырое яйцо воск огонь чтобы его растопить и здесь прекрасно подойдет арома лампа или писак все из подручных материалов берем карандаш так вот от расчески есть такие гвоздики я вам скажу что вот они тут кругленькие поэтому писать удобно гвоздиком удобно он царапает и капельки получаются неровные окунаем видите скапливается как видите далее вот и просто эту капельку мы будем наносить на яйцо и подтягивать и без разметки это все делалось вот ставим точечку и потом они у вас получится немножко меньше немножко больше но в этом и прелесть динамика целом мы то сможем нарисовать что угодно что угодно даже оставить какой-нибудь послание до птички буквы орнаменты принцип понятен теперь главное не испортить творение вот тут еще же важно чтобы это все было ровненько красивенько и начинающему я вам скажу не очень просто дает хотя в целом композиции уже приобретает неплохой вид я вам скажу и это только первое яйцо впереди целая упаковка после того как яйцо расписано окунаем его в любой красящий раствор желательно на сутки нетронутая часть яйца красится а рисунок будет эффектно выделяться при желании весь процесс можно повторить причем неоднократно спасибо большое что познакомили меня с таким видом творчества я поеду красить свое яйцо обязательно пришли вам фотографии в целом очень здорово что это доступно воск знаем где приобрести и яйца все сидим и занимаемся творчеством вот таким интересным и полным встреч и открытий получилось это путешествие хотите так же тогда приезжайте в осиповичи а с вами была я вика поплевченкова до новых встреч друзья